всем привет ребята расскажу я вам о дополнительном способе как проверить цилиндр с помощью воздуха может некоторые знают а для некоторых будет интересно то есть можно проверить с помощью воздуха после того как вы определили с помощью компрессометра какой цилиндр у вас неисправный или симптомы неисправного тот цилиндр мы переводим верхняя мертвую точку то есть в мт вот ну свечи известно нас от все это откручены и значит туда мы подключаем из очень жатого воздуха давлением 2-3 атмосферы ну то есть у кого есть компрессор хорошо вообще классно вот и вставляем свечное отверстие в котором мы думаем что тот цилиндр неисправный но вернее он неисправный просто мы хотим установить истинные причины как бы точнее определить чем же дело ну и вот когда мы подаем туда воздуху этот цилиндр в это свечное отверстие то смотрим если шипит то есть сюда мы подали а шипит допустим тут а в этом свечном отверстие значит что-то у вас с прокладкой то есть может она прогорела или там чё-то сиснучилась но очень прокладка пропускает воздух и получается отсюда вот допустим сюда в этом свечном отверстие проходит воздух вот это значилась прокладка теперь дальше если услышан воздух как проходит которая через то есть надо снимать крышку через карбюратор то есть сватнули мы воздух сюда неисправную цилиндр и слышим что через карбюратор поступает воздух это означает что у вас неисправность с впускным клапаном то есть неплотно прилегает притирать может надо может он прогарил но в общем если идет воздух и слышно его в карбюраторе значит неплотность впускном клапане теперь дальше если вы подключили воздухе у вас из воздух идет то есть слышно из масло заливной горловины то это о чем указывает это о том что у вас в поршне прогар для трещина то есть пропускает поршень она все уходит и через этот выходит через масло заливной горловины значит у вас прогар поршня или трещина но если у вас идет воздух через глушитель тоже надо обойти машину там прислушаться то есть вставили свечное отверстие подали воздух воздух выходит через глушитель это говорит о том что проблема с выпускным клапаном то есть он тоже что-то с ним там или проревали там тоже не плотности какие в общем надо все это дело проверять но таким способом вот с помощью воздуха дополнительно устанавливать причины неисправности цилиндры на этом все друзья подписывайтесь на мой канал ставьте лайки комментируйте до свидания